всем привет с вами торгово-сервисная компания фабрика компрессоров меня зовут банников сергей и сегодня в нашем видеоролике мы хотели бы затронуть такую тему как воздухоподготовка компрессорном оборудовании для чего она нужна собственно какие решения есть и возможно применять в первую очередь воздухоподготовка то есть зависимости от использования каких тех процессах используется сжатый воздух то есть определенные требования по его воздухоподготовки то есть какая точка рассы должна быть на выходе уже непосредственно при взаимодействии с материалом оборудованием и какая степень фильтрации от каких-то посторонних частиц запахов и всего прочего как правило то есть каким образом можно достичь того или иного значения воздуха это с применением дополнительного оборудования такого как до охладитель ресивер это обязательно до обязательный компонент магистральные фильтра и циклонные сепараторы и потом основными компонентами являются осушители сжатого воздуха вот у нас представлены здесь две модели это осушители и вообще про осушители расскажем какие бывают это рефрижераторного типа собственно которые мы видим перед вами и абсорционного осушителя и абсорционные в свою очередь делятся на две подкатегории скажем так холодной регенерации и горячей регенерации по конструктивным особенностям допустим чем различается тот или иной тип осушителей если коротко допустим рефрижераторный это по-простому холодильник через который проходит у нас сжатый воздух и путем того что холодагенты испаряясь охлаждает забирает тепло его у нас происходит осушение но в чем зависимость вообще то есть рефрижераторные осушители как правило могут добиться точки росы это плюс 3 градуса на большее они не способны для того чтобы получить большее значение как раз таки прибегают и ко второму варианту осушителей абсорционные к сожалению но не частая позиция и держать на складе абсолютно нет никакой необходимости у нас но условно если это две колонны наполнены абсорбентом и абсорбирующим материалом через которые проходит собственно сжатый воздух только в холодной регенерации у нас пока одна колонна работает через нее проходит рабочий поток воздуха вторая колонна она осушается путем того что также из магистрали забирается воздух и воздух проходит но более меньшего объема через эту колонну и второй тип это горячей регенерации где у нас осушение этого абсорбента который напитался влагой происходит путем нагрева вот применение абсорционных осушителей уже позволяет добиться более высоких значений точки росы на выходе таких как плюс 40 и плюс 70 то есть зависимость минус прошу прощения вот наверное проще вот здесь мы подготовили файлы получается что входит в компоненты вообще воздухоподготовки для того чтобы можно было объяснить это скажем так на пальцах мы видим здесь компрессор на выходе из компрессора у нас устанавливается не обязательно но желательно то есть опять здесь есть нюанс в зависимости от того какой циклонный сепаратор одним словом у нас устанавливается на выходе в каких-то случаях он нужен каких-то нет а в каких именно если у нас компрессор используются системы протяжки системой охлаждения методом протяжки то есть у нас секция которая установлена внутри компрессора которую о которой мы говорим на обзорах наших неоднократно что в данной модели есть дополнительные секции охлаждения сжато воздуха или нет вот если у нас компрессор осуществляет охлаждение методом протяжки эту там на выходе температура всегда постоянно вот если Также у нас, как и в большинстве компрессоров, используется вентилятор, который установлен под радиатором и включается-выключается. То есть у него все равно показания температуры входящего воздуха колеблются. Напомню, еще стоит упомянуть о температуре, получается, выходящего воздуха из компрессора. Как правило, на большинстве компрессоров эта дельта должна составлять плюс 15 градусов от температуры окружающего воздуха. Напомним, то есть температура эксплуатации винтового компрессора у нас от плюс 5 до плюс 45 градусов. Вот, соответственно, если мы берем максимальное значение плюс 45 градусов, даже, что температура исходящего воздуха на выходе у нас будет равняться 60 градусов плюс. Для этой цели, то есть еще вот здесь прибегнем к схеме, то есть перед еще циклоном у нас зачастую используют такой компонент, как доохладитель. Он у нас не указан, но, тем не менее, имеет место быть. Вот как раз таки, если у нас не методом протяжки, а вот таким радиатором, то что делать? Соответственно, компрессор же и для чего-то создавался, а просто-напросто такой компонент применяется, как доохладитель. Его смысл – это просто дополнительная секция радиатора с вентилятором охлаждения. То есть они бывают точно так же, как от электрического привода и от пневматического привода. То есть за счет того, что опять отбирается из воздуха система, установлен пневматический двигатель, который, собственно, вращает крыльчатку и происходит охлаждение. Дальше мы можем наблюдать по нашей системе. Это ресивер, который, буферная емкость, которая позволяет у нас держать какой-то запас воздуха для того, чтобы при пиковых разборах, для сглаживания пульсаций в пневмной системе, собственно, он и нужен. Опять напомним, что объем ресивера, который рекомендуют многие производители, должен составлять не менее 30% от производительности компрессора. И пойдем вот дальше, обратимся к схеме. Схеме. Вот здесь у нас как раз-таки по этой схеме использован рефрижераторный осушитель. На его входе устанавливается фильтр магистральный грубой очистки. То есть вот для примера, на пальцах мы взяли магистральный фильтр производителя Берг, на который установлен еще дополнительно как опция, это поплавковый конденсатоотводчик. Стоит отметить, что по поводу конденсатоотводчиков бывает поплавкового типа, который действует по принципу, что уровень воды набрался, поплавок поднялся, открыл с собой запорный клапан и произошел сброс конденсато. И точно так же есть у нас, существуют автоматические конденсатоотводчики таймерные, на которых мы можем регулировать время открытия клапана и интервалы с какой частотой. Но, соответственно, необходимо подводить питание. Они бывают с различными типами катушек управления на 24 вольта, либо 12 вольт. И точно так же заглянем внутрь этого магистрального фильтра, что он из себя представляет. То есть, по сути дела, циклонный сепаратор, про который я говорил ранее, и магистральный фильтр конструктивно практически ничем не отличается. И разница лишь в том, что в циклонном сепараторе вместо картриджа находятся специальные лопатки под определенным углом. И у нас, в принципе, за счет чего разделение происходит влаги и сжатого воздуха? Это за счет колесценции. Колесценции, да. За счет... Может быть, оговорился. Прошу прощения. За счет того, что маленькие капли собираются в крупные и за счет центробежной силы, то есть они становятся тяжелыми, стекают вниз на дно сосуда. В другом же магистральном фильтре, допустим, у нас используется картридж, который точно так же имеет свой ресурс. Как правило, цифры у всех производителей разнятся, но заявлю, что примерно 400 моточасов и 2000 моточасов. Вот такие заявлены. На каких-то еще магистральных фильтрах используются специальные манометры, дифманометры, для того, чтобы можно было видеть перепад на входе и на выходе из самого магистрального фильтра. Также стоит упомянуть, что магистральные фильтра, они являются препятствием для прохождения воздуха. Соответственно, и чем он больше забит, чем больше изношен, тем у нас, соответственно, будет давление у потребителя гораздо меньше. Так как вот именно на таких компонентах системы воздухоподготовки у нас и происходят потери. В различных магистральных фильтрах у нас применяются различные типы картриджа, собственно, где с разной градацией фильтрации. И начиная от первой, самой грубой, 5 миллиграмм на кубометр, то есть это по маслу получается. И точно так же по маслу, по частицам крупным и по отделению влаги они точно так же разделяются. Но стоит упомянуть вообще про принцип осушения. То есть мы можем выжать влагу из воздуха, находящегося только двумя способами. Это либо охлаждением его, собственно, что и применяется при рефрижераторном типе, либо его путем нагрева. Другого не дано. То есть без осушителя, грубо говоря, устанавливать вот такие магистральные фильтры, но практического смысла большого не имеет. Потому что, ну, собственно, у нас температура, входящая в воздух, как была, так и осталась. То есть и воздух, и влага, та, которая находится в нем, беспрепятственно, могут дальше проникать через фильтра и попадать к систему потребителям. Обратимся опять к нашей схеме. Собственно, вот мы проговорили, у нас перед входом в осушитель обязательно, обязательно, то есть устанавливается фильтр грубой очистки, который позволяет у нас защитить его внутренние компоненты, такие как стенки и, в первую очередь, этот поплавковый конденсат-отводчик, который, если не будет установлен этот фильтр на входе, то он будет забиваться этой эмульсией, его работа будет не всегда корректна. Ну и, в первую очередь, это очищение воздуха предварительное. То есть, дальше, на выходе воздуха, во-первых, по обвязке стоит сказать, что всегда стоит делать байпас по осушителю. Во-первых, для чего? Для возможности его обслуживания, что весь кран у нас устанавливается на входе, на выходе кран. И, собственно, сам байпас, который позволяет нам полностью, закрыв эти два крана, отсечь из пневмосистемы осушитель и продолжить работу, если, допустим, нет необходимости в зимний, допустим, период, так как воздух и без этого сухой в нем нужды, либо мы собрались его обслуживать. То есть, также в некоторых схемах видел и байпасы сделают на каждый магистральный фильтр, что, собственно, для его замены нет необходимости стравливать всю систему, потому что колба находится под давлением. Мы просто-напросто открыли краны, сбросили через кран давление и заменили фильтр. Ну, это уже мелочи, скажем так. Ну и вот опять, еще раз приглашаю, вот в зависимости от задач, на которые возложены, и для чего мы, собственно, воздух подготавливаем, вот и применяются различные типы фильтров. То есть, после осушителя мы можем применить дополнительно один магистральный фильтр. Мы видим, что система управления пневматической и пневмоинструментов, то есть, в такой компоновке это циклонный сепаратор, фильтр грубой очистки на входе и на выходе, и фильтр более тонкой очистки достаточно для того, чтобы, в принципе, подавать воздух для пневмоинструмента и каких-то станков. Если требуется дополнительная степень очистки, такая как, или такие работы, как краскораспурители, нанесение защитных покрытий, спекание и литейное формирование, нам еще дополнительно требуется установить один фильтр. И дальше пищевая, химическая и электронная промышленность. То есть, мы еще устанавливаем дополнительно один магистральный фильтр. То есть, в целом, у нас количество этих элементов может достигать до пяти фильтров. И более даже в зависимости от нужд, где требуется. Стоит упомянуть еще об одном компоненте, который мало кто использует. В основном это на крупных предприятиях, где следят за санитарными нормами. Это у нас водо-масляный сепаратор. То есть, стоит напомнить, что у нас винтовые компрессоры, они являются маслозаполненными. И неизбежно у них есть масло-унос, собственно, которое масло и попадает в систему. И точно так же, то есть, в конденсате присутствует включение масла, которое, опять, запрещено сливать в системы пользования общего. И как раз-таки для этого применяется у нас водо-масляный сепаратор. Для того, чтобы там либо губка находится, специальный материал, который впитывает эту всю эмульсию. У которого точно так же есть срок службы. Что мы собираем таким образом масло из конденсата. И потом далее утилизируем. Что еще хотелось сказать? При выборе осушителей рефрижераторного типа, о том, что у каждого производителя есть свои поправочные коэффициенты, которые, в принципе, нельзя игнорировать. Для простоты, конечно, для простоты у нас производители стараются маркировать, допустим, это серия Digi. И она линейка Digi рефрижератора. Но то, что также у концерна Камми, у производителя Аэромак, есть компрессора серии Digi. И, допустим, применяется у них модель IC10-10 Digi, у которой производительность составляет 1,1 куб в минуту. И, казалось бы, для простоты, чтобы ничего не выдумывать лишнего, мы просто берем этот осушитель и он подходит. Но мы видим, что у него производительность как раз-таки 1,8 кубометров в минуту. То есть здесь уже производитель подумал и с запасом подобрал нам оборудование. Если, собственно, вдаваться в подробности, то поправочные коэффициенты в зависимости от условий, где будет эксплуатироваться, особенно это касается в жаркий период, потому что у нас в зависимости от температуры воздуха окружающего, температуры воздуха поступающего в осушитель, у нас все это влияет на количество влаги, которая может содержаться на 1 кубометре воздуха. И, собственно, для этого нам и необходимо применить поправочные коэффициенты. То есть вот второй файл подготовили. Что зачастую, не всегда этот вариант подходит, что мы подбираем компрессор, мы видим, что на нем, допустим, производительность 1 куб в минуту. И, соответственно, это не значит, что нам осушитель нужен ровно такой же производительности. Вот мы видим, что мы берем. То есть это рабочее давление, которое у нас проходит через осушитель, температуру входящего воздуха и поправочный коэффициент температуры окружающего воздуха. То есть мы берем производительность компрессора, перемножаем на все эти коэффициенты и получаем исходное значение. То есть те значения производительности осушителя, которые нам необходимы. То есть, как правило, лучше закладывать в плюс. Вот именно поэтому в предыдущих сборках мы указываем на то, что мы применяем в своих сборках именно осушители с большим типом, размером, чтобы при любом варианте событий то есть он выполнял свои функции и выдавал точку росы плюс 3. То есть вот мы, оператор обратил внимание, что производительность компрессора 1,54, а производительность осушителя у нас 2,4 кубометра в минуту. Ну, по большей части, наверное, это все, что можно сказать об подготовке воздуха, об осушителях воздуха. Надеюсь, когда-то на наш склад все-таки, возможно, для клиента приедет осушитель абсорбционного типа и у нас получится заснять видеообзор для того, чтобы продемонстрировать и показать его вживую, что я себе представляю. На этом у меня все. С вами был Банников Сергей, компания «Фабрика компрессоров». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok